МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Показ Гидромет объявлял штормовое предупреждение в столице и сразу в 13 областях. Из-за аномального понижения температуры во многих регионах синоптики прогнозировали гололед. Директор строительной компании Багис присвол деньги дольщиков Ахтау. Такое обвинение выдвинули в агентстве финансового мониторинга. Речь идет о сумме в 400 миллионов тенге. Их в строительство объекта вложили 119 человек. Следствием установлено, что руководитель компании забирал деньги в период с марта 2017 года по сентябрь 2022 года. Его подозревают и в растрате средств. Расследование уголовного дела продолжается. В отношении руководителя ТОО санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время проводятся следственные действия. Ожидается проведение дополнительных судебных экспертиз, по результатам которых действием подозреваемого будет дана окончательная правовая оценка. Иная информация в порядке ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит. Эйрастана штрафована на 876 миллионов тенге. Агентство по защите и развитию конкуренции сообщает, что компания злоупотребляла свои монопольные положения. Ветомство выяснило, что авиаперевозчик незаконно завышал цены на билеты. В стоимость перелета включался скрытый сбор за топливо в размере от 3,5 тысяч до 6,5 тысяч тенге. Теперь Эйрастана и антимонопольные агентства заключили комплайнс. По соглашению, с 6 декабря топливный сбор исключат из стоимости билетов, то есть снизится средняя цена перелетов. Например, рейс Астана-Алматы подешевеет на 14%. Помимо этого, национальный авиаперевозчик обязуется не повышать стоимость услуг в 2024 году. Министерство труда и соцзащиты снова опровергает фейки. В социальных сетях и мессенджерах сейчас появилась информация о якобы введении компенсации за НДС. Однако в ведомстве заявляют, что такого вида соцпомощи не существует. Это мошенническая приманка. Неизвестные лица предлагают доверчивым казахстанцам перейти по ссылке для перечисления средств. В министерстве предостерегают ни в коем случае не переходить по рассылаемой ссылке. Таким образом, злоумышленники могут получить личные данные пользователя. О модернизации вооружения казахстанской армии говорили в Аккорде. Министер обороны Руслан Жахсылыков доложил президенту Хасым Жумарту Тухаеву о новых подходах в боевой подготовке войск. Под особым вниманием были вопросы исполнения государственного оборонного заказа. В частности, поступление новых образцов авиационной техники, включая беспилотные комплексы, вооружения войск противовоздушной обороны, модернизированные бронетехники и средств связи. Глава государства поставил перед Русланом Жахсылыковым четкие задачи по работе с отечественными оборонными предприятиями, развитию территориальной обороны и сил специальных операций. Соединенные Штаты ожидают, что Израиль сдержит обещание и не будет наносить удары на территории сектора газа, который ранее определил как зоны без нанесения ударов. Об этом заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан. Вашингтон выразил надежду, что находящиеся в таких районах мирные граждане не пострадают. Ранее советник Бениамина Нетаньяху Марк Регев сообщил, что Израиль отчертил новые зоны безопасности и местные жители могут и должны туда перебраться, чтобы не попасть под огонь. Но на вопрос, сколько времени израильская армия дает местным жителям на эвакуацию, Регев четкого ответа не дал. Просто, чтобы сделать шаг назад, Израиль сказал, что это территория, где мы собираемся провести наземные маневры. Пожалуйста, все покиньте ее, чтобы не попасть под перекрестный огонь. Они также указали, что есть районы, где не будет зон нанесения ударов. И в этих зонах мы ожидаем, что Израиль выполнит свое обещание. Власти Китая подтвердили проведение 24-го саммита КНР-Евросоюз в Пекине. Мероприятие состоится уже на этой неделе, в четверг, 7 декабря. Встреча высшего руководства Евросоюза и КНР в Пекине состоится впервые с 2019 года. Ожидается, что Сы Цзиньпин проведет переговоры с главой Евросовета Шарлем Мишелем и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Как сообщает агентство Bloomberg, стороны обсудят вопросы торговли, позиция КНР в отношении конфликта России и Украины, а также ситуация на Ближнем Востоке. Отметим, что торговые отношения Китая и ЕС усугубились после того, как Брюссель заявила расследование китайских субсидий на электромобили в целях предотвращения дешевого импорта. Цены на нефть отреагировали на решение ОПЕК+, и неопределенность по поводу роста спроса на топливо. Фьючерсы на нефть марки Brent снизились до 78 долларов за баррель, марки WTI подешевели до 73 долларов. Однако, по мнению опрошенных агентством рейтер-экономистов, риск перебоев в поставках в связи с конфликтом на Ближнем Востоке ограничил потери. На прошлой неделе нефть подешевела более чем на 2% из-за скептицизма инвесторов на счет размера сокращения добычи со стороны стран-участниц группы производителей нефти ОПЕК+, а также беспокойности по поводу вялой производственной активности в мире. В центре внимания инвесторов также находится геополитическая ситуация. Боевые действия в Газе возобновились. Черный список недобросовестных дорожных компаний может появиться в Казахстане. Такую норму предлагает ввести Министерство транспорта. Как уточил Марат Харабаев, инициатива существовала ранее, но на деле была не рабочей. Теперь ее планируют закрепить на законодательном уровне. В черный список могут попасть дорожники, выполняющие ремонт некачественно. При этом на состояние дорог после ремонта могут пожаловаться и сами казахстанцы. В Министерстве заверили, что все замечания будут учтены. Попавшая в черный список дорожная организация в дальнейшем не сможет участвовать в тендерах. Содержать дороги в надлежащем состоянии очень затратное мероприятие для бюджета. Например, для этих целей расходуется почти 60 миллиардов тенге. Известно, что дороге приходит не годность не из-за того, что там ездят легковые автомобили, а больше из-за больших грузов, так сказать, из-за транзитных автомобилей. Впрочем, министр пообещал лично проверить состояние дорог в стране, посетив несколько регионов. Он уже совершил поездку в Улытаусскую область и выехал на автомобили из Расказгана в Казларду. Далее министр намерен поехать в Туркестанскую область. Тем временем, состояние автодорог в Североказахстанской области – одна из ключевых проблем региона, считает Аким Гауэс Нурмухамбетов. Общая протяженность трасс – порядка 8,5 тысяч километров. СКО занимает второе место по данному показателю в республике. В планах до конца месяца провести ремонт 770 километров дорог. А в основном это участки местного значения. На эту цель выделят почти 49 миллиардов тенге. Время ремонта дорог, время строительства дорог, реконструкции дорог очень короткие. Летний период очень короткий. Все-таки у нас 214 дней только зимы. Поэтому, к сожалению, конкурса боевые такие подрядчики, которые срывают работы. Мы вынуждены с ними в рамках правового поля судиться. Но это не сколько времени, а сколько золотое период потери. Помимо дорог Аким озвучил и другие проблемы, в их числе электросети. Их износ составляет более 80%, а в некоторых селах достигает и 100%. Вопрос газификации также остается открытым. Подходящий вариант разрабатывает Минэнерго. Помимо этого в регионе наблюдается нехватка медработников. Чтобы привлечь врачей общей практики, местные власти выделяют подъемные пособия. Тем, кто устраивается на работу в городах, выплачивают по 1 миллиону тенге, а в населенных пунктах по 1,5 миллиона. А для врачей узкой специальности эта сумма выше в три раза. Лимит бюджетного кредита будет увеличен, сообщает Министерство экономики. Но претендовать на него могут только специалисты, которые переедут в аул в 2024 году. Так, новоиспеченные работники районных центров смогут взять заем до 2,5 тысяч МРП или 9 миллионов 200 тысяч тенге. Сельские кадры до 2 тысяч МРП или 7 миллионов 300 тысяч тенге. В программе могут участвовать специалисты в следующих сферах – здравоохранение, образование, культура, спорт, агропромышленный комплекс и госслужащие. Соцвыплаты также остаются в силе. Это подъемное пособие – 345 тысяч тенге и льготный кредит на жилет до 5 миллионов 200 тысяч тенге. Желающие поступить наград в магистратуру в Казахстане еще успевают подать заявку. Конкурс состоится с 12 по 19 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства науки и высшего образования. В этом году выделяются почти 4 тысячи государственных грантов. Из них большая часть на технические специальности. 1758 – в инженерной и обрабатывающей строительной сферы. 569 – естественной науки, математика и статистика. 469 – педагогические науки. 461 – грант на сельское хозяйство и биоресурсы. Писок обладателей грантов будет опубликован после 21 декабря.